В православном молодёжном центре по четвергам проходят занятия по изучению Слова Божьего. И на одно из занятий пришли баптисты. И, ну, побыли там одно занятие и ушли. Потом один из баптистов мне написал и хотел поговорить, ну, насчёт православной церкви и задать некоторые вопросы. Мы встретились, поговорили, и у этого человека насчёт православия, ну, неординарное такое мнение, потому что у него, как бы он его, может быть, и принимает, ну, в какой-то части, в какой-то части не принимает. И вот он решил задать мне такие вопросы, ну, довольно трудные для меня. И я хотел бы уточнить у вас, спросить, как ответить на эти вопросы. Первый вопрос был у баптиста вот такой вот. За что отвергли штундистов? За что? За что отвергли штундистов? За что отвергли? Да, за что отвергли. А откуда отвергли? Из церкви. Они сами ушли, никто их не отвергал. То есть, просто люди откололись? Откололись они, что церковное было за полторы тысячи лет, это за тысячу даже шестьсот лет. Они всё отвергли, они осудили церковь. Они смутьяно. Их никто не извергал. Джон Смит. И всегда так было, они выходили. И через то обнаружилось, что они все были наши. Они были с нами, говорят, но ушли, как Евангелесиан пишет. Так что никто их не извергал. Вопрос поставлен неправильно. Значит, просто это получается ересь такая. Ну, ересь, они поняли, что... Почему жена ушла? Она нашла что-то лучше, мужа бросила, ушла. А кто ее выгонял? Никто не выгонял, она сама ушла в данной ситуации. Это дети бросили отца, бросили мать и пошли блуждать по миру. Они думали, вот теперь икон у нас не будет, мы единые будем, мы чистенькие будем. А от них сразу пошли другие, третьи, четвертые. И сегодня уже около 20 тысяч разных названий. Так что дьявол это делает, разделяй и властвуй. Это не от Бога такое. Церковь одна, ее Господь сотворил. Говорит, созиждаю церковь мою 16-18 Матфея. Хорошо. Вопрос закрыт, получается. Второй вопрос был у Баптиста. Мэнэ Симмонс. Почему его отлучили? Потому что он еретик. Он сам себя отлучил от церкви. Тоже самый вопрос. Это Менонита. Он вышел из церкви, которая его возродила. Ему можно было там трудиться и работать. Ироним-то Стридонский. Его как и поносили, он никуда не ушел. Яна Златоуста ссылали. Он от церкви-то не отошел. И когда люди разделились за епископа, одни за Милетий, другое за Павлина. Они там решили, кто раньше умрет, остальные вместе будут прекратить разделение. Вот это образец для нас. А что он такого сделал, что решил уйти из церкви? Что он сделал? Это их учение, которое говорит. Есть и хорошее. Это всегда такое. Сейчас, допустим, люди, которые смуту наводят, разные забастовки, что-то, как они делают. Но все равно у них что-то есть доброе. И чего они хотели-то конкретно здесь? Он увидел, что непрестанно идут войны. Он сказал, оружие в руки не брать. У них это очень твердо. Люди пьют. Они, как мусульмане, сказали, в рот не брать. Это же хорошее было. Но он даже был священник, допустим. Но он не епископ, он умер, и ничего больше нет. Он ушел из церкви. А церковь – это улей пчел, где матка есть, которая плодит пчел. А он вышел отдельно. Если рой вылетает без матки, они все погибают. Вот и весь это. Да. А он самостоятельно вышел? Или же его отлучили? А вот теперь вопрос – отлучили, или пусть они правильно скажут. Но мы решаем только со своей стороны, понимаем. Если он внутри церкви начал вносить ересь, и его отлучили. А если он ушел раньше времени, и ересь уже на стороне встал, то его никто не отлучал. Он сам себя отлучил. И фактически, если он говорил ереси, то этим самым он уже отлучил себя от вселенской церкви. Так, и третий вопрос у него был. Потому что Баптисту было интересно, почему существует католицизм, православие, коптская церковь, армянская. Но я сказал, что это церковь одна. Церковь одна. То есть, как вы говорите. Да. И у него стал такой вопрос. Раз церковь одна, почему тогда внеучения разные? Вот разные. Это разные люди. И каждый вдалеке друг от друга принимает решения, не посоветовавшись. Вселенские соборы были, они ничего не принимали отдельно. Вселенская. Со всего мира собирались до 600 епископов. Епископов. И они постановляли вот такое-то правило. Вот так-то, так-то. Допустим, 6-й Вселенский собор, 19-е правило. В церкви не считать ничего, кроме священного писания и толкования, которое дали святые отцы. Все, ереси уже не будет. Они приняли это правило. А эти сказали, а какая разница, что святые. А мне вот так открыто. А кем открыто, он не говорит. А ему сатана мозги запудрило. Вот почему. Отошли друг от друга. Когда символ веры составлялся, прямо сказали, нельзя не добавить, не убавить. Сказали об этом, как у Соломона, 30-я глава, 5-6 стих или откровение, не добавить, не убавить. А они добавили, католики Филиохва, Дух Святой от Отца и Сына Исходящего. А как правильно? То и другое правильно. Но добавлять нельзя было. Добавлять только по согласию. Ну, вот и ответ. Есть люди, которые стали настаивать на своем. Вот как Эфиопская. Они приняли книгу Еноха. Она никогда не была канонической книгой. 85-е правило апостольское запрещает это делать. Там книги Библии есть. Ее там нет. Это апокриф. Это совершенно к христианам не относится. А они ее взяли. Ну, а теперь они далеко. Но взяли, они за это отвечают. Люди-то самостоятельно, они начинают исследовать и говорят, а почему наши так поступили? Вот у меня завтра будет беседа. Я ее выставлю. А миссии? Везде миссионеры, миссионеры. А я доказываю, миссионеров нельзя сделать. Это не просто проповедь. Это труд Духа Святого. Вы просто смотрите. Если завтра у нас состоится эта беседа, то я ее выставлю уже к вечеру. Или к утру к следующему. Это будет очень важная тема. Очень большая. Все, хорошо. Значит, получается только... То есть, учения, в принципе, схожи, но есть какие-то моменты расхождения? Конечно. Католики откуда взяли, чтобы бриться надо? Их картина... Картина номер один во всем мире считается. Сикстинская Мадонна Рафаэля. И там папа Сикс с бородой. Папа. Не патриарх. Папой называют как отец. Это папа, это отец означает. В западной части. А у православных, в восточной части, тут... Восточная часть империи римской. Тут называется патриарх. Патриарх это то же самое. То же самое, но по-другому. Вот она сейчас скажи. Ну, вождь нашего народа, кто там, если в России? Ну, сейчас вождем не называют, а при Салине называли. А Гитлер, фюрер, а это одно и то же слово. А Муссолини, дучи, это то же самое слово, вождь. Вождь. Но по-другому звучит. А русский человек, о, какой фюрер? Фюрер это плохо. Да это одно и то же слово. Говорят, в одних коммунизм, а в других фашизм. Это одно и то же слово. Коммун общее. Коммун общее все. Коммунизм общее. И фашо, это связка. Все вместе. Понимаете, люди по невежеству своему пыль просто пускают другим, а сами ничего не знают. Надо учиться. А то земля плоская. В школе-то проспал, посидел. Земля шар. Она значена. Считай астрономию, смотри. Вот я примеру сказать. Вот так и здесь. А что, православие одно только сохранило все. Многое не сохранило. Сохранило рукоположение. А вот эта проповедь, чтобы непрерывно звучала, я об этом завтра буду говорить слово. Это утерянное. Отдельные единицы проповедуют где-то. А что-то непременно, чтобы каждый священник проповедовал. Не будет проповедовать, его снимать, надо убирать. Это не пастырь. Он не кормит овец своих. Они с голоду помирают-то. А он никак. Лишь бы причащал. Кто исповедовался. Чаще исповедуйте, чаще причащайтесь. А надо говорить, непрерывно, чаще изучайте Библию. Непрерывно, чаще проповедуйте. Идите. Будьте миссионерами хотя бы в названии. Благовестниками. Идите. Проповедуйте Евангелие всей твари. Это утеряно. Оно есть как бы. А на самом деле ничего и нет. Надо смотреть, что на поверхности, а что только афишируется. Так, ну четвертый вопрос был такой. Может ли православная церковь обосновать свои учения на Библии? То есть, баптист говорил о том, что много чего как бы добавлено того, что нет в Библии. То есть, это как-то можно объяснить или нет? У нас сейчас идут занятия. Вот завтра опять будет урок. Вы позовите баптиста на него. Как раз сейчас проходим эти темы. Мы только что прошли об иконопочитании. Иконы они не принимают. Согласно Слову Божию. Только по Библии. По Библии указания, чтобы у нас иконы были. Он этого не знает. Чтобы крест носили. Он даже этого не понимает. Вчера мы прошли как раз это занятие о кресте. На основании Слова Божия. Чтобы он обязательно взял бумагу, карандаш и записывал. Пригласите его. А я вам скину сейчас, как прийти. Хорошо. Знаете, дайте сигнал, чтобы Сергей Пупков вас подключил. Заранее на него выйти по скайпу. Вот ответ баптисту. Если он самостоятельный человек и искренний, он должен прийти. Получит ответ. У нас сейчас идут занятия, а полчаса я отвечаю на вопросы. Я постараюсь. Да. Так, пятый вопрос по поводу соборов. Почему Константин I был председателем собора? То есть он указывает на то, что правитель не может быть председателем собора. Потому что он будет нарушать таинство. А он знает или нет, как проходил собор? Как он нарушал таинство? Какое? Что за таинство? К семи таинствам это никак не относится. Он имел великое уважение. Он только что победил своего врага. Дал свободу христианам. Вот как Горбачев. Дверь открыл к свободе. А он не имеет права. Не имеет. Да он нигде. Но канон был принят, что лица царского достоинства имеют право молиться в алтаре. Все. Он даже не знает, что правило это есть, которое разрешает. Разрешает. А тут же епископ. Они могут воспротивиться ему. Они начали. Вот еретиков-то надо ссылать. А Константин говорит, нет. Сидите вот за круглым столом и решайте мирно. До основания Библии, чтобы решали. Это Константин. На него валят все бабки. А за ним ничего не числится. Они просто не знают. Так. Вот тогда все понятно. Теперь шестой вопрос был такой. Почему некоторые соборы противоречивают друг другу? А какие? Седьмой и восьмой. А восьмого не было и не будет. Значит, а были какие-то соборы, которые противоречили друг другу? Ну, еретически. Они отдельно еретики собирались. Ну, то есть не было таких соборов, чтобы один другому противоречивали. Ну, мы сейчас скажем так. В Латвии живут разные люди. Одни ставят памятники бойцам Красной Армии, которые при освобождении погибли. Борясь с гитлеризмом. А вот другие иконы Гитлера. И молятся ему как Богу. Они говорят, за что же вы его славите? За то, что он евреев гнал, убивал, решал окончательное решение еврейского вопроса. Разные люди по-разному понимают. Тут ничего особенного нет такого, чтобы... Они неправильно поступали. Их никто и не принял. Так, понятно. А теперь вопрос... Ну, пусть он подойдет. Какие правила найдет? Какое какому противоречит? Я его приглашу. Пригласите. Потому что правил-то не одно. Вот только 318 правил на одном соборе. Возьми карфагенские. Ну, там больше ста. А где они правила, сказал этих, епископов. И они принимали решение. Символ веры называется кредо. Верую во единого Бога Отца. А цареградский уже тот добавил. Духа Святого Господа Истинного. То есть символ веры стал более расширенный. Появилась ересь. Половился отпор. Она реагирует, церковь, на все явления в мире. И в церкви. Пусть придет. И покажет, какие правила с какими расходятся. А я так как могу отвечать? Наши правила, вот в Алтайском крае я живу. Они расходятся с правилами общими, союзными. Где? Я спрашиваю, где? Вот Рамзан Кадыров запретил аборты делать. Как преступление. Он нарушил что-то? Нет. Нигде. Канона нет такого, что делайте обязательно аборты. Этого нет. Он сумел это сделать. А христиане молчат. Каждый день 20 тысяч абортов. А мусульманин это сделал. Мы должны это сказать. Дальше. Так, ну понятно. И у него был такой очень вопрос. Его очень сильно он задевал, возможно. Почему рукополагают недостойных священников? И они имеют право совершать таинство. Как узнать, достойный или недостойный? Мы все недостойные. Какой? Если известно, что он пьяница или блудник, его надо извергать, а не рукополагать. Он даже не христианин. Так, сейчас я подойду. Дай, говори. Вот. Так, ну это понятно. Значит, мы не имеем права как-то оценивать их. Никак. Как оценить-то, когда мы его не знаем? Если он недостойный, достойный, говорят, аксиос. То есть, достоин. А недостоин хотя бы один. Кстати, анаксиос. То есть, недостоин. И обязан отложить рукоположение. Вот есть такой фильм. Джейн Эйр. Не видели? А, запиши себе. Джейн Эйр. Про одну девушку, как она работала там где-то. Ее хозяина преподавала, дочери. А он решил на ней жениться. Все уже стоит. Протестантизм или Агликанская церковь, не совсем ясно было. И в это время, когда он стал уже венчать, в это время он спросил, возражения есть, кто знает, что это по-другому. И один откричал, я знаю, нельзя их венчать. А почему? У него жена живая. И подошел, показал документ. И все, свадьба расстроилась. Она у него была сумасшедшая. В дурдоме сидела. Много лет. Но она просто... Это люди есть такие. Их нельзя не исправить, ничего, уже никак. Ну и вот, все разрушилось. Надо доказать, он недостоин. Как сказать? А может, он скрылся. Он должен быть не раньше 30 лет. А сейчас сплошь и рядом нарушают это. Даже на это правила не глядят. Шестой Вселенский собор, 14-15 правила. А если рукоположен раньше, извергать его и все. Он не имеет права не благословлять ничего. Нарушение. Но это не его недостоинство. Недостоинство архиерея. Ну и он, конечно, виноват. Зачем он согласился? Вот сейчас решили пожениться. А сколько? Ну невесте, ладно, 10 лет. А ему 12. Ну разве могут в ЗАГСе его зарегистрировать? Ну нет, конечно. Ну там у мусульман может. А здесь-то никак. Да и то я не знаю, может или не может. Может, говорят зря. То есть это, получается, не наше дело? Мы не должны людей судить и смотреть на них? Ну наше дело. Написано, чтобы имел хорошие даже отзывы. Вот. От внешних. А вот это можно было венчать? Нет. Жена маньяк. Она поджигает все. Ее нельзя на минуту оставить. Так и здесь. Какой он? Ну кто его предлагает? Если община какая? Вся община должна знать его и проголосовать. Поднять им руки. Кто что знает за ним. Достойный, недостоин. Женатый на одной жене. Не пьет. Не курит. Словом Божьим занимается. Проповедует. Но у него срока нет. И он должен дождаться, когда будет ему 25 лет, чтобы быть дьяконом. В 30 лет пресвитером. У сегтантов ничего этого нет. Они все отвергли. Они всех осудили. А теперь зачем нас судите? Так это вы осудили. Все, что было в церкви полторы или 1600 лет, не полторы тысячи, даже больше, они все отвергли. Большего греха и нету, как отделиться от церкви. Это чисто 16 глава. Вот и все. Так, еще когда я ему рассказывал про соборы, то он вообще не понимал, почему они есть и где в Библии вообще сказано, что надо созывать соборы. В первую очередь, почему они есть? Скажешь, а зачем Конституция в стране у нас? Про нее ничего не сказано. А если Конституции нету? Анархия. Анархия. Зачем правила движения на дороге? Красный, свет зеленый. Зачем? А если этого нету? А если нет Конституции? Каждый, ну просто банды будут гулять. Существует гражданский уголовный ходик. Зачем? Про них ничего не сказано в Библии, а мы все соблюдать должны. Иначе нас накроет наше безумие. Так и здесь. Церковь – это живой организм. Церковь реагирует на все события. Раньше никогда этого не было, это корпоральное оплодотворение в пробирке. А сейчас Церковь должна вынести решение, можно это делать или нет бездетным. Вот Церковь запретила. Или автаназия. Тогда вопрос не возникал. Вообще этого не было. А теперь, ну пожалуйста, в Нидерландах, если человек слишком больной, неизлечимый, и раком болеет, ему укол можно поставить, чтобы он умер тут же у тебя. Как в Освенциме. А вот здесь сжигают. А кремация? Кремация тоже запрещена. Хоронить только в землю прах, ты не в огонь, а в прах возвратишься. В прах, не в огненную печь 750 градусов. И Церковь – это живой организм, поэтому есть каноны. А у них нет канонов. Это обман, у них есть каноны. Каноны свои, там, писанные или не писанные. Его тоже, ну, делать не так. Сейчас придет человек, даже в грязной одежде, и тот скажет, ну, что ты пришел тут, машешь дыру каждого? Ну, пришел, работает шахтером или где-то. Даже простое. А у нас правила, все стороны жизни, они освещаются ею. Когда пост, когда что делать, какой порядок, что не спроси, у нас на все есть ответ. Как в храме, какое устройство, какая епархия, какая подчиненность. Ну, абсолютно все. Вот он ко мне приходит, пятидесятник, барышников Алексея, и говорит, у нас вот проповедует брат. Ну, они еретики. Ну, вот мы его захватили, он с женщиной в греховной связи, седьмой заповедь нарушает. А проповедник? Что делать с ним? Я говорю, за хвост да в яму. А на сколько? Я говорю, семь лет он не имеет права причащаться, если бы вы были верующие. Если бы православным. Ну, у вас-то ничего не соблюдается, какая вам разница? У-у-у, семь лет это много, он не будет. Они его на две недели там отлучили. А потом приходит, а он опять то же самое. Ну, блудник, что ты возьмешь с него? Я говорю, ну, ты не принял, не принял, но у вас вопрос-то возник, а вы не знаете, что делать. А нам, я открываю правила, женщина аборт сделала. А что делать? Второе правило Василия Великого. Она отлучается на десять лет от церкви, как убийца. Вот Кашпировский занимается этим делом, а был христианин, на восемнадцать лет отлучается. А если ходил, лечился у него, там у Чумака, на пять лет. А если в дом его просто пригласил, покормил был, на два года отлучаешься от церкви. Ну, что ни возьми, все абсолютно сказано. Церковь православная – это сокровищница. Там это накрыли столы на тысячелетия для всех. Ты только, ну, просчитай, и ты скажешь, вот это да, вот это умно. Ой-ой-ой, как они заботились об овцах своих. Они ничего не оставили нерассмотренным. Послушание родителям, ну, просто все абсолютно. Вот муж был на фронте, потерялся, без вести пропал, но она молодая, ей всего двадцать лет. Что ей делать? Церковь и на это дает ответ. Если его нет семь лет, нигде не одного известия, она имеет право выйти замуж. Она только вышла замуж, он живой, вернулся из плена. А что теперь делать? Вот в книге отец Арсеньев подробно описано. Я насчитывал когда-то, я слезы не мог сдержать. Все? Так, еще был вопрос, да, с этим все. Еще был вопрос. Да-да. Его интересовало, почему вот на тайные вечеры Христос преломлял хлеб, а у нас, когда тайность-то причинение идет, священники вынимают диаминец. Почему они не ломают хлеб? Это история такая. Во времена Иоанна Златоуста была, волхвующие, то есть колдуны, они когда преломляли, давали причастие в руку, а из чаши пили. И они уносили, и над этим волхвовали, колдовали. И чтобы этого не было, сделали вот так. Препятствовать этому в руку не давать. Это со времен Иоанна Златоуста пошло. Скажут, а вы как считаете? Я православный, я принимаю как есть, но я знаю, как было. А они, сектанты, ломают правильно, а там ничего нет. Я говорю, вы взяли хлеб, да, хлеб. А преломили, что давали? Они говорят, хлеб. Ну, какая тебе разница-то? Любой может ломать. А у нас взял хлеб, молился, священник там, молитвы, литургический канон. Это уже тело, тело натуральное и кровь Христова. А они этого не знают. Крещение – просто обещание Богу, добрая совесть. А у нас прощение грехов, завершающий этап, рождение свыше. У них всё извращено. Ты скажи, перекрести лоб свой, сектантский, как положено. Иди в церковь, не мудрствуй, пока Бог не исхитил тебя из этой жизни. Побрёшь на этой своей каланче. С этим вопросом тоже всё. Вот у нас была такая тема – почитание икон. И мы разбирали тот отрывок в Библии, где написано, что изображалось в храме святилища небесные какие-то ангелы, ах, ангелы, небесные животные какие-то. И я ему говорил, что это прообраз того, что на небе. И у него был такой вопрос, где в Библии место, что мы можем молиться святым. То есть почему мы можем молиться святым? Он говорит, может быть, они нас не слышат. Потому что так написано в Священном Писании. Скажи, души, там они живые. Они знают, что делается на земле. И Откровение 6.9. Откройте, ещё там написано. Сейчас. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Дальше. И возопили они громким голосом, говоря, «Да, Коль, Владыка Святой, истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Да. «И даны были каждому из них одежды белые и сказаны им, чтобы они успокоились ещё на малое время, пока есть сотрудники их и братьев, которые будут убиты, как они, до полное число, и когда он снял шестую печать...» Всё, не надо, дальше не надо. Так, эти души, души там находятся? Да. Не люди, люди умерли. Души убиенных в родительном падеже. То есть эти души были с людьми, которых убили. И они знают, что палачи живут неотомщённые. Их не посадили, не расстреляли. Они разговаривают. А теперь откройте Евреям 12.23. Ну, с 22 стиха начните. «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живава, и к Небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов». Так, теперь Баптиста спросите. «Мы приступили ко тьмам ангелов. Как вы приступили? Как к ограду Бога Живава, к Небесному Иерусалиму? Как он приступит?» Способ только один – молитва. «Мы молимся к Творцу. Другого-то нету. Нет. Судья всех Бога. Мы молимся Бога. Мы к Нему приступили». И дальше 24 стих, 23. «К торжествующему собору и церкви первенец». То есть мы молимся им. Дальше. «Написанных на небесах. И к Судьи всех Богу. И к духам праведников, достигших совершенства». Вот так. То есть они когда-то жили в душах праведных – это духи, души – это одно и то же. И мы к ним приступаем. Какое еще нужно доказательство? Если у нас человек близкий, знакомый, мы расставаясь говорим, «Ты не забывай о нас. Молись. Молись. Помогай нам». А если человек полетел на Луну, он может на Луне молиться? Ну, конечно. А если человек умер, куда он делся? Никуда не делся. Он к Богу перешел. Тем более он рядом с Богом. Тем более он слышит. Тем более его слышат. Просто и понятно. Это написано в книге Маковейской. Видели молящихся там Уонию, первосвященника и Иеремию. Он не знает Писание. Поэтому вопрос такой ставит. Звенок призвался. А почему? Сам не знаю. Открыл Библию. Цитата из Библии и призвался. Ну, ладно. Ну, вот такой ответ. Так. Еще, когда мы с ним говорили по поводу крещения, я сказал, что баптистское крещение, оно недействительно. Потому что они погружаются как бы во гроб. Да. То есть, а надо погружаться как Христос. Потому что Христос умер на кресте вися. В смерть. В смерть. Написано Римлянам 4,6. Скажите, вот где написано. Крестили в смерть. Не в положении во гроб. И в крещении прощаются грехи. А у них не прощаются. 22,16. Деяния апостолов. Прочитайте ему. Деяния 22,16. Нет, потом прощитайте. Запишите себе. А, хорошо. И 3,18. И этот человек говорил, что Христос, Христа потом положили во гроб, ну, как бы, как обычный человек умирает, вот так же ложат. Ну, а обычный человек так не умирает. Умирает человек лёжа. А этот, стоя на кресте, он стоял вертикально, так и погружается. Мы в смерть его крестились. Тут даже доказывать ничего не надо. Римлянам 4,6. В смерть его крестились. Смерть. А у них положение во гробе. И тем более, они никто не имеют права крестить. У них нет священства, нет благодати, нет прощения грехов. Всё, обман. Они еретики. Больше лишний раз ты не встречайся. Приглашай на занятия, и один не ходи к ним никогда. Поставь задачу, послушайся. А то сатана войдёт в душу и скажешь, ой, они правы. Так, ещё, ну, Баптист говорил о Тысячелетнем Царстве. И привёл стих из Писания какой-то. Я не знаю толкования его. Ну, отдельно мы будем переходить. Мы сейчас как раз проходили уже, прошли эту тему. Если вам о Тысячелетнем Царстве, я её сброшу. Хорошо. Надо мне Тысячелетнее. И когда скайп будет. Дальше. И, наверное, последний такой вопрос. Я ему сказал, что нельзя трогать края бороды, то есть вообще её. Нельзя ничего с ней делать. А он был, конечно же, бритый. Но? И я ему указал на это. А он говорит, что в Новом Завете не было такой заповеди, что нельзя стричь. В Новом Завете не было. Он ещё дурит. Христос не пришёл нам бороды брить. Христос с бородой, скажу, был. Или без бороды. Апостолы с бородами. Они сами их рисуют с бородами. Он не изменил. В Ветхом Завете написано было, не женись на сестре родной, на матери. В Новом Завете не написано. Ещё теперь делать. Инсестом заниматься. Относительно тела. Десятину, скажи, плати, тогда Бог тебе мозги-то прочистит. Они платят. Ну, платят – это хорошо. И он указал на то, что эта заповедь была в Ветхом Завете, но сказал, что вот волосы надо стричь, потому что это было в Новом Завете. В Новом Завете? Потому что в Новом Завете давайте перебриться. Христос пришёл с бритвой к вам. Это тот ещё нормальный или ненормальный человек. Бог сотворил так. Это власть. Это подкаблучники так. Две мамы в доме. Мужчина – это власть. Это борода. Это сила его. А почему? Это язычники бреются. Они стараются юность продлить. Бороду убери. Это блудодейная ересь называется. Запиши её. Бороды брить – блудодейная ересь. Она с блудом связана. Бородобритие – блудодейная ересь. Даже и говорить об этом не надо. Как так? Бог сотворил. Язычники верят, что ничего за гробом нету. И поэтому они стараются продлить молодость. А у христиан ценится мудрость. А мудрость приходит с годами. А возраст лет – это борода. Мы совершенно разный подход к этому. И сразу видно. Вот у меня журнал был «Блаптист» 2010 года. Все до одного молодые люди с бородами. Все до одного. Что доказывать-то? Ульянов, Ленин, я говорю, сидит. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Семь человек – все с бородами. А самому старшему – 30 лет. Он совсем ничего не знает. Ты посмотри на изображение Сурикова. Репина. Посмотри на людей. Посмотри, Достоевский с какой бородой. Лев Толстой. Ну, глянь маленько-то. И сравнись с сегодняшними оголдышами. На кого они похожи? Были тогда, уже брить все начинали. Но это Петр Первый внес. А до Петра этого не было. Не было. Поэтому, чтобы борода была, их заставляли две дани платить. Они стали называться двоеданцы. Все, вопрос на этом кончается. Все, слава Богу. И я хотел еще уточнить, а как мне его пригласить? То есть... Пригласите с собой к вам, чтобы он пришел. Что по скайпу. Или что я вам скину сейчас, вы ему отдадите это. Скажи, вот туда сразу позвони. В какое время, что. И он тебя примет. Сиди и молчи. А позвонить? Да? Позвонить? Как позвонить? Нет, позвонить по скайпу. По скайпу. Да, да, да. А вам позвонить на занятие? Или лично? На занятие завтра. Это по московскому в два часа дня. В среду, пятницу, воскресенье. Пускай придет, послушает. Вопросы задает. Все, тогда я ему, наверное, сейчас позвоню и скажу. Да, не уходи пока со скайпа. Сейчас я вам скину материалы. Все, пока. С Богом. С Богом.